Приветствую вас, дорогие братья и сёстры, друзья! Друзья, позвольте поздравить вас с уже наступившим Гражданским Новым Годом по юлианскому календарю. И вот я хочу заметить, что складывается на самом деле абсурдная ситуация именно с праздником Новолетия. У русского человека, соответственно, и у нас, белорусов, аж целых три Новых Года. Два гражданских и один церковный. А происходит это от того, что гражданское новолетие, но никак не ложится в церковный календарь, опорными точками которого является не бег светил, а жизнь Христа, солнце правды, события Церкви Христовой. Смена Года — это несакральное действие, поэтому этому празднику нужна логика земная, суетливая и деловая. И Новый Год органично воспринимается именно тогда, когда мы на стенку вешаем новый календарь. По сути, это простое механическое действие. Мы можем поставить календарь и на рабочий стол. А вот церковное новолетие, которое празднуется 1 сентября по юлианскому календарю, логично в рамках религиозных циклов. Оно наступает после праздника Успения Божией Матери и перед праздником Рождества Богородицы. Ведь именно с Пречистой Девы началось спасение человечества. Без ее согласия не родился бы Христос, а ее восхождение на небо завершило историю земной жизни Христа. Согласитесь, начало годового круга нужно закладывать после завершения цикла событий. И мы видим, что церковный Новый год – это не механическое перелистывание страниц. Это итоговое или, наоборот, начальное, осмысленное бытием человека в вечности, грань. А почему традиционная православная церковь празднует все по юлианскому календарю? Ответ очень прост. Потому что Римская империя жила по нему во времена Христа. И мы говорили об этом в прошлой передаче. И потому что только по нему, по юлианскому календарю, за распятием следует воскресение, и никак не наоборот, что иногда случается в григорианском календаре. А еще при расчете Пасхи важны и лунные циклы. По лунному календарю жили евреи, когда родился Христос. Поэтому совершенно не нужно православным подстраиваться под других, и тем более под цивилизованный европейский мир, так называемый цивилизованный. Мы, традиционные православные, празднуем Рождество правильно, 25 декабря, только по юлианскому календарю. При этом не изменяем временные циклы, которые были заложены еще при Христе. Тем более, что многие чудеса Божьи подтверждают именно юлианский календарь. Но я традиционный православный белорус. И вчера у меня было тоже новолетие. Поэтому от души поздравляю не со Старым Новым Годом, а с Петровским Новым Годом. И желаю всем нам становиться мудрее оптом, духовно богаче, душевно сильнее. Желаю почувствовать притяжение к небу, умение видеть первозданную божественную красоту, а в человеке и прежде всего в себе образ Божий. Знаете, что такое покаяние? Это осознание пропасти между образом и подобием Божиим, к которому призвана каждая душа. А каков этот образ, генетически каждый знает. Ведь не только грех передается генами, но и святость. И тем, что представляет собой душа на данный момент. Признание этого, мягко говоря, факта несовершенства и есть покаяние, которое всегда влечет за собой изменения, чтобы сокращать это несоответствие, уменьшать пропасть между человеком и Богом. И сегодня удивительный воскресный день. Во-первых, Христос подрос на девять дней. И нареченные родители вчера принесли его на обрезание. Так и называется вчерашний церковный праздник – обрезание Господня. Во-вторых, сам факт следования традиции своего народа говорит о том, что Христос не ломал вековые устои. Он был послушен ветхозаветной религии. Он имел национальности пол. Христос не собирался никого ломать о колено. Он наполнял самую обычную жизнь, самого обычного человека новым содержанием. И поэтому в эти дни, когда мы еще созерцаем Рождество Христово, позвольте в этой передаче завершить их вместе с вами песню ангелов, певших богомладенцу следующие слова, звучащие в Евангелии от Луки во второй главе 14 стих. «Слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». Почему я коснулся этих слов сегодня? В этих трех посылах заключена и открыта тайна в очеловечении Сына Божьего для спасения человечества. Но где же мир на земле, который возвестили ангелы, пастухам Вифлеемским? Спросите вы. Более двух тысяч лет Христа проповедуют, но и эти две тысячи лет Христа гонят. Вдумайтесь! В самом Иерусалиме еще тогда, когда стоял храм, живому Богу не было мира. Когда волхвы встретились с Иродом царем, он пришел в смятение и ярость, и было убито им 14 тысяч первенцев от двух лет и ниже. Современники тех событий в мрачных красках описывают нравственное падение народов, искажение образа Божьего в людях, идолопоклонство заменило служение единому Богу. Беззаконие, блуд, пресыщение, пьянство составляли блага земные и цель и стремление человечества. Вражда между усобицей, нестроения царили повсюду. Гордость, бесчеловечность, все виды порок расклевали общественную и семейную жизнь. А разве это благая воля в людях? И в последующие времена было не лучше. Страшное гонение на верующих во Христа в продолжении трех столетий залили всю землю кровью христианских мучеников. Брат предавал на мучения брата. Отец, жену и детей, дети-родители, человеческие отношения, кровное уз, родство. Все было поругано и попрано. И далее каждое столетие сотрясали войны и предательства. А в наше время все то же. Потрясаются общества и государства. Продолжаются международные и междоусобные разногласия и войны. Процветают ереси и расколы, заговоры, преступные и зловредные учения, дискредитирующие основу общежития и семейного, и гражданского, и религиозного. И чем дальше, тем изощрённее методы войн, изощрённее методы насилия над человеком. Так где же мир, присённый Бога человеком на землю? Где же мир, который возвещает Евангелие и проповедь апостолов, пронесённый им из конца конец земли между всеми народами и царствами? Ответ прост. В земном мире нет мира и нет тишины. Потому что мир весь во зле лежит. По слову апостола Иоанна Богослова. Так что, ангелы обманывают? Нет. Вот тайна, воспетая ангелами, с пришествием Сына Божия на земле воцарён мир в тех, кто по-настоящему, а не на словах любит Христа. В тех, кто пошёл за Христом, за Его Словом, те, кто стали Христовы и нашли образ Бога в человеке и принесли покаяние, и исправили дела рук своих, и исправили душу свою и сердце своё. Значит, мир не в мире, пока есть князь тьмы, а мир в Церкви Христовой. Только не будем путать это с институтом Церкви, с её административным устройством. Церкви Христовой, как Бога, человеческом организме. Мир в Царстве Бога, который отнюдь не посторонний и отнюдь не посмертно. «Царство Божие внутри вас есть», говорит Евангелие. Да, оно открывается ещё при жизни в человеке и стяжается внутри. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», так говорил старец Серафим, который всегда светился любовью и миром. Только так добывается мир на земле. Изнутри. Церковь Христова всегда была гонима силами тьмы, но при этом внутри себя мирно и невозмутимо, сильна и мужественно, ибо верна добру и правде Божией. Вот именно эта дилемма, «Быть мирным, живя вопреки видимому миру, испытывая неудобства телесные, или наслаждаться видимым миром без мира на сердце, в муках души». Увы, мир тяжело созидается. И каждый человек рано или поздно, в любое историческое время, благополучное или военное, становится перед выбором стоять за добро и правду, и за это, если необходимо, даже пролить свою малую или большую кровь, или предать добро, зато остаться целым и тепленьким. Вроде бы тоже ради мира, ради того, чтобы всем хорошо было. А нет, не бывает по второму варианту хорошо, по духовному закону, в чьей душе сохранится мир, а кто будет испытывать адские душевные терзания от предательства, которые выльются рано или поздно в неустроенной жизни, болезни, и все равно притворяться в кровь, только князь тьмы проливать заставит еще и чужую. И это цена внутреннего предательства мира Христова. Вы скажете, а те, кто не верят во Христа? А я отвечу, а есть ли такие люди на земле, которые о Христе не знают? Практически нет. Раз мир живет в эре, которая считает года от Рождества Христова, а разве не знание освобождает от ответственности? Нет. И тем более, когда действует духовный закон. Является ли душевная глупость оправданием предательству? Не думаю. Так лучше не глупить, а учиться думать. Поэтому, если государства земные и вообще гражданские общества желают достичь и водворить мир, принесенный на землю ценой правды, мира и любви, принесенный Христом, то они должны принять духовное правило этой жизни. нарушение связи между Царством Божьим и Государством земным порождают в народе сначала безверие, а потом беспорядки, а потом повергают общество в нравственное и политическое бессилие. Точно так наоборот. Народ, не желающий искать Царство Божьего, а желающий благосостояния в государстве земном, никогда не получит самостоятельности. Он будет ведом и легко управляем через поводок страстей. И это проверено историей. Империи падали и разрушались, распадались, когда в них заканчивалась вера и нравственность. А поэтому сегодня в завершение этой передачи в год мира и созидания пожелаю каждому из нас начать созидать свой внутренний мир, устроенный по подобию Божьему. Ведь нет выше чести, чем быть похожим на Бога. И если до Рождества Христова человеку был закрыт путь к Царству Божьему, то после пришествия в мир Христа, после Бога воплощения Он доступен уже здесь, на земле. И пройти Его в наших силах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok